База, стойкость аромата, судя по альфакторной пирамиде, даже спорить не будем. И он очень чувственный, он мега женственный, и как раз для тех, кто ищет пудровые звучания, чтобы роза была не доминирующая, а больше запудренная такая. Ирис и роза просто находка. Они там все очень деликатные ароматы. Но при этом я, в принципе, отличаясь тем, что забываю очень многие вещи, я была в нашем магазине и написала на себя жюбриль. Я его фактически не слышала. Это не легкий, не легкий, не легкий. А потом мы куда-то пришли, и я, на самом деле, молодой человеку, он чем-то пахнет. Так не могу спросить, я за ним походила хвостиком, но пахнет и все. Мы перешли в какое-то другое помещение, этого молодого человека не было, и мне все равно пахнет. Я подумала на мужа, думаю, это же он что-либо попробовал. А потом оказалось, что это мой жюбриль пахнет. То есть вот тогда в замкнутом пространстве я его не слышала, а потом я слышала его. Очень интересный аромат. Адман Кудрей, да. Да, вот он, аромат просто потрясающий. Причем, я же говорю, и на подарок его можно приглашать. Кто ищет такую, именно классическую пудру цветочную, но ведь без доминирующих нот цветов, просто находка. И вот по ингредиентам это то, что ищет вот клиент. Если кто-то сомневается в истинной пудровости аромата, можно раскрыть пирамиду и показать. И объяснить. Малвизар. Сейчас мы нарушаем просто, на самом деле, регламент, потому что все равно все не покажем. Но покажем то, что больше всего хотелось бы. Сейчас мы вам покажем Рамон Малвизар, мы его в «Березетис Требюсс». Мы покорены ароматами. Мы хотим с вами эти поделиться. Для меня марка получилась неожиданной. Я не ждала, что она будет такая разноплановая, такая красивая. Вот, для меня там блестяшки, какое-то цветное серебро и все. А оказалось, что за этим цветным серебром еще много чего можно найти. Мы сейчас вам покажемся, я полистаю, найду ее. Ну, во-первых, два... А Кудре вы запомнили, да? Ну, Кудре один аромат, вот, привезли. Вы можете еще посмотреть ваниль-кокос. Ну, как бы... Амбра-ваниль. Да, амбра-ваниль не привезли, да, Ален? Что там стоит? Ну, там что-то стоит. Честно, я не вижу, у нас их много. Кому будет интересно, вот, если вам реал, приходите, попробуйте. Мы на прошлом фильме, где показывали, что все больные, в этот раз не хотелось еще раз с вами. Да, да, да. Можно сказать, что он хочет, что он пытается... Да, а вот, из-за того, как раз начинается регенерация, и все равно каждый аромат хорош. Например, у нас есть тенденция к тому, что, если мужчина выбирает своей даме аромат, он всегда выглядит ване, там, всегда. что он просто совершенно и если ее собирать но гели для душа там все там первых натуральный пена пена образователи то есть без химии и перламутровые такие текстуры там буквально одну каплю и море удовольствия гели для душа у них вообще божественные надо один раз попробовать чтобы вот понять даже для себя купить распробовать потом вы будете клиенту ну если вас вам это интересно вот но люди кто распробовал уже конечно приходит и так просто с полки снимают и ставят что-что цена гель для душа в районе по 600 гривен 640 аромат а малвизар но в районе 7000 средняя цена 75 тысяч какие рамон малвизар относится к именно к его философия это первых торговая марка которая принадлежит бахар парфюм и косметик и основатель это испанский экстравагантный такой дизайнер это рамон бахар ему же вы наверное знаете да при ну как бы его ароматы это кварца ароматы и рамон малвизар это его как бы торговая марка что характерно для рамона это именно он с детства был окружен магией камней жил в роскоши постоянно он подпитывал с этой энергетикой камней и он понимал что камень любой камень и это или золотая пыльца или драгоценный камень он подпитывает то есть он насыщен насыщает например аромат своим каким-то волшебством какой-то магией и делает человека который пользуется его продукции уникальным то есть это возможность прикоснуться к парфюмерии как искусству то есть он возвел парфюмерию в искусстве до в ранг искусства вот ароматы у него очень необычные очень скажем так визуально они притягивают взор у нас клиенты например когда приходят они идут как крысы на дудку на этот малвизар и смотрят потому что если он открыт и все сияет как бы правильную подсветку вот и на странность в том заключается что и в по большому счету вот если берут нам подарок от таких людей 70 процентов из 100 то люди настолько загипнотизированные вот каким-то свечением таким определенным какой то вот такой вот жизнью что по большому счету и даже аромат не интересует вот их интересует вот 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 это вот дайте что то красивое и если вы более не менее что то подбираете в их направлении они покупают это не задумываясь вот у нас мы когда получили эту марку буквально сразу пять ароматов за неделю у нас купили вот приходят люди богатые люди хотят сделать там подарок презенты и сразу вот кварца и малвизар это вот два лидера миколев тоже поэтому вот любят нас в одессе вот этот все искру скажем так парфюмерную вот но ароматы тоже неплохи очень хороши а вот поэтому сейчас мы подробно рассмотрим очень много ароматов унисексов и начнем с аромата четыре элемента четыре элемента это аромат для женщин и олицетворяет он четыре стихии то есть это огонь земля вода и воздух а вот то есть аромат который в принципе в основном подчеркивает но он создан для женщин что есть ароматы унисексы этот аромат четыре элемента создан для женщин парфюманьяки обожают его вот почему то вот он номер один у них по звучанию аромат действительно очень многогранный очень сложный и если вы его предлагаете на подарок он вот беспрогрешный вариант потому что в нем нет какой-то слащавости в нем нет востока он именно вот золотая середина для подарка и в нем есть сложность сложность звучание то есть то что мы хотим видеть в нише то есть какие-то переливы не какое-то ярко выраженное направление про востока или наоборот цветочина фруктовая то есть аромат должен меняться он должен играть в молвизаре вот почему-то очень из таких часто встречающих компонентов является малина они любят белый мед добавлять они любят добавлять труфель вот ноты розы личи один из их компонентов пачули вот по нотам вы наверное обратили внимание какая многогранная база по аромата это пачули мускус ваниль витивер сандал удовое дерево и мед красивый сложный многогранный то есть аромат который в принципе будет достойным подарком или для человек для себя откроет новое звучание мужской да ну тебя ты как бы засекреченный компонент до 4 стихи и 5 засекреченный компонент очень но опять-таки надо все на кожу наносить но вот раскрывается вот все что у бехара мне нравится что кварца что мармон малвизар я когда ну мы тоже получили кварца посмотрела думаю но наверное там камни кристалла там же у них частицы кварца идут и натуральные кристаллы ну как бы натуральный камень вот но там своя философия как бы кварцы они вообще очищают но и как бы насыщен подпитывает энергетику даже человека и но и подходит всем кварцы а камни с камнями там уже надо быть осторожным потому что вот бриллианты ну естественно в парфюме нет но бриллиант тоже коварный камень выяснилось вот который обладает мощнейшей энергией и человек который живет нечестно или как-то так бриллиант надевая бриллиант бриллиант его опустошает полностью энергетически и вводит его просто чеку может быть 3033 не часть бриллиант наполняет только людей таких ну которые живут в гармонии с собой мягко говоря а если человек чем-то заниматься бриллиант его разрушает ну такой вот мощный очень камень да вот поэтому с камнями с камнями осторожным быть вот и солсан это аромат солнца он ну у малвизара есть два аромата это чувственность луны который был создан для мужчин и солсан это аромат солнца именно для женщин но тут все очень символично во первых частицы белая платиновые частицы вот который при распыление идет дисперсия легкая на коже до свидания во вторых а как бы солнце эта энергия то есть это тоже такой как бы солнечная энергия это всегда благополучно такая то луна а пардон вот и сам по себе аромат очень а кстати я не ответила на вопрос по поводу раскрытия то есть когда мы получили кварца я их начала на себя все наносить и думаю но такая цена как бы 10 тысяч аромата за что камни камнями шкатулки шкатулками понятно подачи но должно быть что то что его отличит и вот в чем уникальность коллекции рамона бехара в том что он создал невероятно утонченную нишу вот то есть не восточную не на то есть он создал богатейшие ароматы утонченные но очень стойкие вот это вот большое искусство потому что обычно под стойким ароматом подразумевается либо восток какой-то ну вот с кучей древесина там и смол или каких-то амбровых нот либо это цветы цветы вот букеты цветов такие ну мощные ароматы вот а создать такую переходящую вот такую вибрирующую нишу утонченную настолько стойкую вот есть за что заплатить деньги я начала пробовать ароматы вот у него и тоже ладан его черный бриллиант шикарный сапфир и начала смотреть как они играют насколько они перемещены насколько на этом всем нет никакого востока нет никакой навязчивости вот это искусство вот в молвизаре то же самое то есть ароматы раскрываются очень необычно они действительно создают индивидуальный образ меняются меняются причем я вам больше скажу меняются они от от времени года вот я у бахара пробовал сапфир но он считается позиционируется как символ процветания как бы аромат который вот тоже как бы процветание благополучие и так далее это сулсан аромат для женщин потому что луна это мужской аромат мы сейчас рассматриваем солнце вот так что характерно для сапфира вот я для себя сделала вывод что когда я прочитала пирамиду мне было интересно ну как эти компоненты будут на мне раскрываться и вот я нанесла его зимой он просто пахнет мускусом легким мускусом и и нанесла его летом абсолютно другое звучание еще сколько 2 тоже тем вообще суда вот нас на подарок купили такой аромат причем молодой девушке а очень-очень шлейф они очень шлейфовый я же говорю что у нее у сулсана идет немного такая имбирно имбирная нотка ну в начале вообще имбирь это мужской компонент вот но когда он добавляется в женский аромат он создает вообще породистость неповторимое звучание вот имбирь идет верхней ноте всем идет орхидея с нотами ванили жасмин лотос дает слегка сбивает дает прозрачную прохладную водную нотку и древесина сахар и мускус идут в базе очень стойкий очень чувственный такой да да но это луна а в такой же коробке только более такой красный идет солнце шкатулка на подарок вообще но если это выбирать на подарок ну да потому что мы с вами понимаем что золото как них они крути но забивает поэтому мы своих там где мы ставим ароматы на лице предупреждаем что пожалуйста учите консультантов и передавайте клиентам ну то есть физику никто не отменял мы с вами не можем сделать аромат который не будет забивать будет забивать они сделают вот здесь например новый уже какой-то там распилитель который якобы не забиваются но если туда будет попадать постоянно золото будет забиваться тут палка в двух концах либо есть золото и мы любим его и оно забивается либо его нет оно не забивается поэтому своих консультантов учим подождать пока сядет золото но это самый простой самый разумный смысл да оно забьется и что дальше аромат из классное золото но законы физики хорошо поэтому вы тоже предупреждаете если кто-то начнет проводит марки но кто начнет мы там и будем учить такое есть это это проблема марки они пытаются с ней бороться но я не знаю как можно с этим бороться то есть можно просто раз ну аккуратнее его использовать и об этом департам большинство а вот следующий аромат для мужчин который именно символизирует им во первых чувственность луны и загадочную грань мужчины вот основные ноты аромата это кориандр кардамон кстати кориандр кардамон очень часто здесь встречаются верхней ноте аромата для того чтобы повысить притягательность и сексуальность звучания вот кардамон кориандр если в женских ароматах содержится это очень властный очень властный аромат женщина босс женщина которая обладает даром провоцировать вот и с очень очень таким властным и жестким характером кардамон и кориандр два компонента в дуэте если они в верхней ноте уже идет такая ну претензия скажем так на верхней ноте экзотическая древесина и амбра с мускус и мускус выйдут в базе вот поэтому как бы загадочность и чувственность мужчины в этом аромате плюс сексуальный подтекст благодаря верхним нотам она шикарный аромат да он вообще можно на подарок спокойно да поезде да да не только луна до женский солнце а мужской луна очень красивая игру такая золотая середина без каких-то восточных тем ну да первым награда во вторых я же говорю прозрачность и супер стойкость в два компонента которые обычно делают прозрачный аромат но он такой как бы не сильно не очень долгоиграющий либо стойкий аромат катат которым может там впоследствии уже начать задыхаться а здесь именно утонченный шлейф вот именно тонкая тонкая такая подачи и очень стойкая вот ну как для меня это вот искусство в мужском плате на плате на следующий аромат тоже очень красивый сам по себе пресс очень красивый флакон переливающийся и аромат тоже хорош для подарка он обладает таким вот воздушным водным звучанием до самоцветы и он такой вот многогранный тоже здесь как бы наличие фруктовых нот наличие цветов и водных нот водяная лилия кашмиран лотос то есть в ноте сердца доминирует такая древесно-водная стихия бергамо 3 роза имбирь и сандал древесина и мускус имбирь также в верхней ноте отдает ощущение свежести и такой вот именно яркости звучания это это женский аромат но в принципе он может очень много маловизар ароматов которые можно использовать как унисекс но они все у них цена где-то 5 в районе 5 7000 10 но они как унисекс позиционируется там как black cube очень красивый аромат тоже он позиционируется как унисекс но мужчина это понятно там такой ярко выраженные древесные компоненты ну а женщина кто ищет вот необычных древесных аккордов принципе найдет для себя этот аромат очень интересная пирамида здесь и ладан и удовое дерево и сандал и амбра и фиалка и магнолия и мускусные ноты и кориандр и кардамон то есть он очень мощно опять таки видите сочетание верхних ноток кориандра и кардамона вот сложная пирамида очень властный скажем так но в то же время мягкий по звучанию то есть нету ярко выраженных восточных нот хотя присутствует дерево уд но очень мягко больше в такой в вагаровую ноту одну больше в дымную скажем так унисекс black cube не секс не знаю у нас купили женщина ну а здесь и всегда блок афгана какое блок афгана она сама-то он прекрасно это самое сочетается женской кожей флакон это видно последователь черного квадрата уже не актуально решили сделать черный куб еще 5 штук у них на самом деле я смеюсь с этой марки потому что у них кризис названий у них там черный куб 45 элементов а потом год скин и эти год скинов у них вариантов там 5 или 6 их товарищи а придумать новое название нет ли такой был скиндер горгул кину но потому что как бы да а как у а и и и и и и и и и gold skin аромат который принадлежит такой женщине очень яркой и очень такой аромат сияющей женщины вот но сияющий полном смысле этого слова то есть женщина которая довольна жизнью которая довольна собой которая красиво хорошо ухожена и вот для такой женщины создан был такой аромат gold skin плюс при распыление этого аромата на кожу идет но золотые частички рассеиваются попадают то есть до создают дополнительное сияние ну вот у нас он с удовольствием сразу его купили потому что аромат действительно символизирует такую роскошь и это приятно подарить красивой женщине вот и он всегда будет востребован если не для повседневного использования то вечер возможно это его время но я при таки женщинам приятно получать такие вот вещи ну как аксессуар даже красивый но и чтобы на туалетном столике стояла такая такой роскошный флакон с красивым ароматом он очень красивым очень он такой именно праздничный дорогой нарядный аромат а алена есть вялки не аромат тоже хорош алена что там дальше smart gold skin аромат который принадлежит группе восточные и это унисекс вот он зеленом в зеленой коробке а что там не передали куски тоже он купили у нас на подарок очень красивый очень многогранный необычный под аромат сюрпризом вон надо разнашивать всего надо наносить и с ним хотя бы пару часов гулять очень красивый потому что он такой как бы сложная пирамида и аромат хамелеон и предлагать его можно и мужчинам и женщинам аккорды зелени специи малина древесина сандаловое дерево мускус и ваниль очень такой необычный очень скажем так вот эти ванильные ноты которые шлейфе образуются их надо дождаться потому что опять таки повторюсь аромат хамелеон подарок купили мгновенно унисекс до ваниль да ваниль потом уже будет сейчас очень хорошо доминирует древесина смарт gold skin в красной коробке идет gold skin а это smart gold skin зеленая коробка дальше у нас тут кризис Спасибо. Это аромат тоже является унисексом, сладкий аромат, который создан для очень изысканных мужчин и прекрасных женщин. То есть олицетворяет красоту и индивидуальность, и особенность. Это концентрация чувственности. Вот о нем пишут, что это концентрация чувственности. Для тех, кто любит быть в центре внимания и, естественно, наслаждаться жизнью. Поэтому этот аромат также содержит ноты меда. Пирамида дело в том, что смотря кто ее как пишет. Но просто у каждой марки дело не в том, что какой-то компонент пропущен или, например, не указан. Но в основном ноты меда присущи Малвизару практически во всех ароматах. Ноты меда, ноты почули, ноты ириса, ноты личи, я уже говорила. Вот сандаловое дерево, то есть это их почерк. Поэтому здесь аромат идет, начинается с зеленых нот и цитруса. В ноте сердца идет цветочный букет и кардамон. И базовая нота очень мощная. Это сандал, ветивер, кожа, почули, амбра и мускус. То есть о стойкости этого аромата можете даже не сомневаться. Да, хорошо. Муск Ориентал. Мой любимый аромат вообще в этой коллекции. В нем есть что-то такое анимальное, наверное. Это аромат, который приглашает нас в путешествие на восток. Восточные ритуалы, какие-то экзотические, показать нам экзотические цветы, восточные традиции, восточные ритуалы. Вот. Аромат обладает безумным обволакивающим звучанием. Он настолько секси, вот тоже рекомендую его нанести, вот, настолько он, вот им просто невозможно от него оторваться. Вот его вдыхаешь и не можешь на него надышаться. Вот. Поэтому я рекомендую его предлагать тем людям, которые, вот у вас нет таких клиентов. У нас уже есть и как-то уже так зачастили. Люди приходят и все, ищут каких-то ароматов для соблазна. Вот, чтобы соблазнять мужчин, а вы не подскажете, а феромоны, а какие афродизиаки, а что лучше. А вот мужчинам нравятся больше как-то мужские ароматы, или ну это понятно. Вот. И вот для, ну вот в этой коллекции один из самых, из самых таких мега сексуальных ароматов является маска Oriental. Потрясающе. Зачетание мускуса и восточных таких теплых нот. Потрясающе. Очень стойкий, вот, создающий определенную атмосферу. Очень хороший. Но уже смесь считается классическим афродизиаком, кстати. Black Gold Skin. Восточный пряный аромат тоже мы его тестировали. Потрясающе. Блотер наносили, положили просто, ну вот пока не было никаких пробников. Тоже нанесли на блотер, положили под коробку, проверить стойкость. Четыре дня блотер, вот, пах. Четыре дня. Аромат настолько вот красив, вот тоже он связан с Востоком, с какими-то агаровыми вот такими дымными звучаниями, с какой-то экзотической древесиной. И тоже он как унисекс потрясающий. То есть кто ищет вот каких-то... В Харькове, нет, они купили один и через неделю купили еще два. Потому что, ну, очень... Это не там, где 200 тысяч долларов всего уже там осталось. Нет. Но они купили еще два, потому что продали, а не для того, чтобы... Их просто на товарные остатки, и только пейте хлопот. Восточный пряный. Это унисекс, аромат унисекс. Цветочный букет, сандал, мускус, ваниль, специи и фрукты. Нет, у них на самом деле практически все ароматы унисекса. Кроме Луны и Солнца, 4 элемента идет, 5 элементов мужской, 4 женский. Голд скин идет, женский вариант. Потом что еще? А, Луна и Солнце я сказала. Но, в принципе, так все остальные ароматы унисекс. Но блуд скин, это все унисексы? Только один блуд скин? Один красный блуд скин, женский. А остальные уже? А остальные, да, унисексы. И два новых аромата, они их выпустили недавно. Это как бы перевыпуск старых ароматов, те, которые были от Энголд Парфюм, только сейчас они эксклюзив сент. Они все-таки другие, потому что есть, спрашивают, тот или тот аромат, это другие ароматы, но они похожи на эти ароматы. Очень такие вкусные, приятные, привлекательные, фруктово-такие именно гурманские ароматы. И Сильвер и Голд, в принципе, у них похожи пирамиды. Вот. Только Голд, он более насыщенный, более душистый. А Сильвер более мягкий. Но они идут оба в одном направлении. Шафран, абрикос, белый кедр, уст, карамель, шоколад, ваниль. То есть такой сладкий, душистый, приятный. Ну, вот кто любит вкусные ароматы. Вот как раз такой вариант. Это Голд, да. Что, ну, вот, нанесла. Но все равно, вот, не примитивная такая слащавость, а вот благодаря древесине, мягкой древесине, все-таки оно, древесина облагораживает. Особенно наличие Уда карамели, в ноте сердца, оно вот сглаживает. Уд дает более породистое звучание, да. Если убрать Уд иногда из многих ароматов, то получается просто, ну, как бы, сладкая карамель. Очень вкусный, да. Тем более сейчас это, ну, время этих ароматов. А, золотой, да. Вот именно эти оба аромата, они как раз сейчас. Холодная осень, зима, потрясающе. Потому что летом, когда он появился, немного их много, многовато было. Ну, они немножечко, вот, в жару. Да, да. А вот время их сейчас. Ну, и сильвер. Как раз распылим. Так, сильвер следующее. Продолжение следует... Сильвер более прохладный, вот, благодаря нотам герани. Ну, на моей коже, например, сильно раскрылся, очень сильно мёдом. А, ну... И кулия, это было непереносимо. А сейчас, я недавно прохладу по кулину на себя донесла, он очень хороший. Бобы тонко тоже дают шоколадный аккорд. Но вот ноты герани, которые немного, ну, сдвигают аромат в пользу свежести, амбра, ветивер, мускус. Мы предлагаем сделать перерыв. У нас будет ещё один, потом, большой рыбок. Мы расскажем вам немножко о микролеке, потому что, конечно, знаете, там появились новые вижиалы, которые я хочу просто вам показать. Несколько ароматов наполнить. И будем говорить о фиге. Поэтому отдыхайте. Фиге, да, будет на закуску. Всё, последний аккорд. И всё. Можете пробовать, что понравилось? Можно на коже? Да. А где кумус? Я чувствую, в зал не войдёт. А последний, эти сильвер. Сильвер, вот он. Чё их тоже понесу. А вот этот мускул, он, мускориент, да? Ну, слушайте, попробуйте. Мускориентал, голдскин, это он. Мускориентал, голдскин, унисекс. Унисекс, да. А луна, давайте я попробую. Луна тоже очень хорошая. Луна потом уже переходит. Ага. Это сейчас рано. Это сначала солнце? Да, просто. А вот новый. Да, я нашёл. Ну, так ничего. Главное, это осад. Я не рассказывал, сейчас модная самая свечка, запах распечатанного айзи. Я прихожу, пацаны в дар. Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...